Здравствуйте всем дорогие друзья, с вами Камарачи. В этом видео я предлагаю вам поностальгировать. Один из моих подписчиков предложил поснимать игру 18 стальных колес. Я долго думал какую выбрать серию, потому что очень много выходило различных серий данной игры. Но все-таки 18 стальных колес, пыль, дорог, это была та игра, в которую я с другом заседал часами. И мы не могли оторваться. Я считаю эту именно часть игры самую лучшую, из всех которые выходили. Давайте будем начинать, не будем долго тянуть, потому что как бы время, тем более ездить придется много. А Камарачи как всегда, Акамара, Чинник, Мужик стоит крутой, Атланта город. Давайте начинаем с Атланты. Больше ничего мы менять не можем, потому что мы еще не прошли. Мы с вами наемный водитель, нам выбирают грузы, мы работаем на дядю, короче. На дядю, так, дальше. Так, усталость, усталость. Я играл тогда без усталости, поэтому и сейчас я не вижу смысла ее включать, потому что в гостиницах ночевать и тому подобное. Ну уж извините, я как бы такое не очень люблю, да и время это лишнее будет отнимать, поэтому без усталости. Если вдруг вам такое не нравится, скачайте и играйте с усталостью. Блин, нам всего лишь груз 5000. Нужно ехать в Силос. У нас Камазен какой, давайте посмотрим. Ох, Камаз. Этот Камаз у нас едет, ну не Камаз, фура. А то сейчас начнутся те люди, которые соображают, они будут говорить, так, ну ты же неправильно выражаешься, е-мое, это ж не Камаз, это фура. Так, нам надо в КАФС. Так, это нам надо, значит, сюда. Едем сюда. Я думаю, мы будем с вами нарушать правила дорожного движения, если нет ментов. Денег у нас с вами 10 тысяч, то есть у нас всего мало с вами пока что. Свет вот включается. Сейчас мы приедем в наш пункт назначения, зацепим этот груз наш, дурацкий, который стоит всего лишь 5900, и повезем в точку назначения, в город Силос. Я не знаю, где этот город вообще находится, но сейчас мы с вами разберемся. Так, мы подъезжаем уже, да, походу? Да, наверное, нам нужно поворачивать сюда. Вот этот вид я люблю больше всего, потому что угол обзора на нем неплохой такой. Так, да, вот он, вот он есть. Сейчас мы будем сюда заезжать. И надо еще включить... Нет, 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 не то. Резко и сильно повернул. Вот он, видите, Майами. А чем мы везем? Ждет водителя. Мы с вами везем водонапорную башню, что ли? Непонятно. По-моему, да. Так, давай, давай, назад. Сдаем назад. С камерой тут, конечно, проблемы. Пока вот это наловчишься. Пока вспомнишь, как это что делать. Тихо, тихо, тихо. Как что делается, как цеплять, как зацеплять. Времени пройдет много. Вот так вот цеплять не учитесь у меня. Я делаю это совершенно неправильно. Все, у нас появилась стрелочка. Отлично. Выезжаем. Выезжаем. Углы обзора, конечно, не очень хорошие. Вот этот груз, видите, давайте посмотрим, куда нужно ехать. Блин, неужели нам хрен знает, куда его везти? Давайте глядеть. Да, далековато ехать. Так, нам нужны автомастерские, заправки, станции взвешивания. Вот даже не знаю. И прогноз погоды. Давайте вот смотреть. Номера магазина грузовиков. Ваши грузовики. Это нам пока что вообще не нужно. Бизнес. Мы с вами работаем на дядю, как я уже и говорил. Режим независимого водителя. Нам нужно 100 тысяч заработать. Для этого, что нам нужно делать? Нам нужно, как проклятым, возить грузы. Возить много грузов. И... Неправильно я делаю. Я не знаю. Я очень давно не играл в эту игру. Поэтому косяки у меня будут. Возить грузы, копить деньги и уже потом становиться независимым дальнобольщиком, независимым водителем. Так, придется походу здесь ждать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он будет стоять. Вот в этом, конечно, есть такой вот минус. Но мы сматываемся, пока не подъехали менты и не наложили на наш штраф. Груз тяжелый у нас. И поэтому везти его будет трудно. Ну, то есть, тормозной путь. Нужно не забывать, что тормозной путь большой. И надо посмотреть, как еще включаются зеркала. Блин. Что ж ты так долго думаешь, дядя? Нет, это не то у нас. На С, на Х, на Б. Не пойму. Так, карта. А почему зеркал нету? Не то. Сигналочка. Это у нас плеер. Ну, радио, радио, не плеер. Радио. Свет. Блин. Ух ты, нифига себе, обогнал. Сейчас посмотрим в настройках зеркала. Левый поворотник. Ручник. Задняя камера на 6. Камера бампера. Нет, это не то. Настроить зеркала F2. Вот, наверное, да? Заднее зеркало. Это, я думаю, наверное, заднее зеркало, самое вот то, что нужно. Боковым пока пользоваться не будем. Ну, и прем мы с вами, прем наш первый груз. Ущерба пока тут, фу-фу-фу, чтоб не сглазить нету. Все замечательно. Ой-ой-ой-ой-ой, нам надо сюда поворачивать было. Окей. Окей, F2, там я никого не потеснил, не, нормально. Знаете, как тютелька в тютельку проходим, чувствуется опыт. Правда, 40 километров в час всего лишь мы едем. О, олени дорогу переходят. Нифига себе. Четко. А почему нас стрелка повела сюда? Если мы могли прямо ехать? Или прямо это получается сильно... Ой, скажите мне. Сильно далекий путь, что ли, не пойму. Ладно, будем ехать так. Как видите, эта фура может ехать только полтинник. Так, куда, куда она показывает, я не пойму. Сюда нужно, да? Сейчас раз и неправильно. Поехали. Такое тоже может быть. Раз и неправильно, и пиши пропало. В горку, в горку, видите, сбрасывают до 30. Ну, это вообще, конечно, трэш. Не, по-моему, правильно все мы едем. Да, правильно, нормалек. С горки 60, это предел. Для этой фуры. Это будет вот эта долгая, долгая возня. Я даже не знаю, наверное, один груз вести, это 20 минут. Блин, а даже сколько будет серий? И с какой периодичностью, то есть, делать серии? Я пока даже не знаю. Ума не приложу. Так, а что у нас по бензину? Ну, еще нормально. По бензину еще гуд. Сильно поворачивать резко тоже нельзя, иначе может груз слететь, и все, и будет кирдык. Но полтинник это да, это вообще, это очень медленно. Очень, очень. И у нас есть уже ущерб груза. Я не знаю, как он заработался, но он заработался. И я прекрасно еще помню такой момент, что когда вы дорабатываете до золотых звезд, это, по-моему, 75-я звезда, это золотая звезда. Вот когда вы уже получаете 75-ю звезду, вам в дальнейшем нужно возить грузы без повреждений вообще, вот идеальные. Если у вас будет идеальный груз, вам тогда дают звезду. А так вы просто, ну, то есть, едете в холостую. И за ущерб сейчас нас отнимут. Ну, за такой маленький не знаю сколько. Ну, где-то, наверное, баксов 100 снимут, я думаю, за такой маленький ущерб. Если был бы больше ущерб, сняли бы намного больше. А так много не снимут. Я не знаю, поскольку серии, давайте, наверное, серии будут по 60 минут. Ну, правда, я не знаю, какие делать серии, поскольку времени. Потому что уже вот мы начали, мы везем с вами. И смотрите, получается, уже 15 минут мы чисто в дороге. Так это рядышком с Атланты. Тут буквально не сильно далеко ехать. Хотя, представьте, если через всю карту ехать, то это можно вообще чокнуться по времени на этом транспортном средстве. Это будет очень долго. Даже и не знаю, что делать. Но это обычный груз, видите, здесь мы везем не хрусталь, не очень тяжелый, без временных ограничений. То есть, такой самый стандартный груз, ничего особенного в нем нет. Я вообще планировал в одну серию где-то 3 груза отвозить, привозить. Но, значит, грубо говоря, будет, наверное, получасовая серия, а 3 груза мы будем с вами привозить. Наверное, так будет дело. Так, практически уже, а может даже больше по времени будем. Так, так, мы почти приехали. Нужно уже начинать тормозить. Ну и ехать как бы по чуть-чуть. Вот мы едем на третья, четвертая скорость. Давай, 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 едь, едь, едь. Не тупи. Вот везли бы мы хрусталь, это было бы вообще жесть. Давай, давай, давай. Вот это вот, не знаю, вот это затупок. Бывает он тупит. О, пошел, пошел набирать. Вот так вот, если вот как этот груз вот трухнет, это все. Это если был бы хрусталь, это были бы огромные повреждения. Но вот эту водонапорную башню, ей вообще пофигу. Так. Так. F5 или D? Да? F5 давайте. А, всего 10 долларов сняли. Мы довольны вашей работой. Хотим улучшить ваш грузовик. 200. Кулер 200 КВ. Кукурузу нужно везти. Кукурузу. Понедельник 10.40. У нас понедельник. Сейчас мы, наверное, поспим с вами. Так. Мне улучшили грузовик, получается. Это крутяк. Крутяк. Грузовик улучшить мне нужно. А где у нас тут можно поспать? Блин, в стенку уперся. Понимаете? Вот, вот это, наверное, кукуруза в 10.41. ПНПН. ПНПН. Я думаю, просто можно парковаться или нет? Не, не, это не мой груз. Ждет водителя. Где он? Он еще даже не появился. А! Я туплю. Я не туда посмотрел. Короче, нужно ехать. Стоять! Бояться, друг! Нифига себе, камазен резвый какой. Какой резвый камазен? Ух ты, навстречку выехали. Улучшили грузовик. Значит, он должен ехать быстрее. Если логически рассуждать. Ну, предел. Вроде как красная стрелка как была, так и осталась. А ничего не изменилось. Так, едем. Едем мы сюда. Еще, кстати, грузовик тоже может перевернуться, если сильно на нем выдавать. Сильно выдавать он может перевернуться. Сейчас заберем 13 тысяч. Будет у нас по бабкам, если еще привезем. А ехать надо в Майами. Вот она, моя кукуруза стоит, ждет. Ждет меня, родная. Так. Кукуруза, это вроде как дело хорошее, по сути. Давай, 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 родное. Подъезжаем, подъезжаем. Тихо, тихо, тихо. Нет. Не пойму. А, мы криво подъехали. Все понятно. На шестерку. Нет. На пятерку нет. На четверку. Вот, вот так вот. Ювелирная работа должна быть. Кукурузу так можно цеплять. Ущерба не будет. Фары включаем. И погнали в Майами. Давайте вот просто ради интереса посмотрим, где у нас находится Майами. Так. Нет, на Н и маршрут Майами. Ой, нам... Монреаль надо. Смотрите, где Монреаль. Мы 20 минут ехали вот сюда. 15. 15. Монреаль, это в 3 раза дальше. Ну, короче, ставлю на паузу. Продолжим, когда буду подъезжать. Я вот еду, только выехал. И знаете, что я вам хочу сказать? Вот вроде бы написали, что мы улучшили ваш грузовик. Там все хорошо. Но! Я что-то вообще не наблюдаю улучшения грузовика. Вот серьезно. Он как ехал полтинник, он так и едет полтинник. То есть, вообще ничего не изменилось. Но, если будем хорошо работать... Вот сейчас вот в притирочку попробуем пройти. Оуу! Не получилось! Вот гнида! И едет ведь мешает, скотина! Ладно, будем сейчас обходить как-то вот с той стороны. По обочине, по правой стороне. Потому что не хочется долго ехать. И эта гнида, видите, не обгоняет ничего. Просто полосу занимает. Но мы будем обгонять это 100%. Я не собираюсь, как этот... Как лошок. Во! Все, пошли. Полтинник, вот предел. Шестая скорость. С бензином у меня, кстати, сейчас проблемы. Но я вот... Чарль... Чарльстон. Вот в Чарльстоне, я думаю, перед ним вот заправка. Я думаю, мне туда хватит, чтобы заправиться. Вот там мы с вами заправимся. И будет нормально. Видите, не повезло. Думал, без ущерба будет груз. Но, увы, все-таки по моей же швине. По тупости. Но я теперь буду знать, что сильно так приближаться нельзя. Получил я. Вот, видите, вот эти вот есть люди еще, которые обгоняют резко. Вот тут вот зеркала должны очень сильно вот помогать в этом плане. Хотя вот раз, видите, вот мертвая зона. Вот по зеркалу. Я его не вижу. Он когда уже где-то посередине машины, может даже чуть ближе. Я его не вижу. Но, в принципе, мы можем вот тут спокойно ехать по обочине. И никаких проблем. Но только если менты будут, вот надо не забывать за стражей правопорядка. Особенно гаишников, которые вот любят, любят вот эту ерунду. И ждут, когда добросовестный народ будет нарушать правила. Или даже не нарушать, поживиться на них. Ну, а пока едем, ребят. Случилось ДТП. Автобус вон толкнул в зад машину. И автобус остановился. Ну, я не знаю, машина поехала, а автобус стоит. Думает, что случилось. И вот надо тоже быть очень аккуратным в эти моменты. Так, давайте посмотрим. Нам нужна заправка. Нам нужна заправка. Я думаю, наверх вот сюда. Ой, блин, вот. Гады, едьте быстрее. Я же в гору сейчас вообще не подымусь. О, на первой, гляньте. Мань, 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 мань. На первой вообще еле-еле. Давай, давай, говнюк, выезжай. Боже, как же уж долго. Еле выкарабкались на левой скорости. Ой, на левой, на первой. Сейчас заправимся. Что там происходит? А, я цепляю. Ё-моё. Ё-моё. Но повреждений нет. Повреждений нет, это хорошо. Сейчас подъедем, заправимся, крутнёмся и поедем назад. Стрелочка уже мигает. Показывает, что я не так еду, как ей хочется. Хотя, в принципе, мы можем проскочить и по этой дороге. Ничего страшного здесь нет. Так, сейчас мы зальёмся бензином. Ну, тут не бензин. ДТХ, солярка. Стоять. Заправка, дизель. Так, F5, давайте. Чё, нет? А, надо держать. Хорошо, насколько мы... Блин, 200... 270... А, нет, 456 долларов. Мы... Так, узнать сводку погоды. Узнать ситуацию на дороге. Давайте. Вот впереди, подскажите, как движение. Тишина, да? Короче, мы поедем, так как мы самые умные, поедем через Чарльстон. Вот сюда. И потом вот так, через Нью-Йорк. Вообще, есть мод. Можно установить мод на эту игру. И с модом, как там, по дорогам России. Или как-то так этот мод называется. Но... Я не стал его, как бы, устанавливать. Потому что я эту игру, если по чесноку, я её так еле-еле установил. Это было что-то с чем-то. Я её скачал. Подцепил вирус. И, короче, комп у меня зависал. Я думал, ну всё, там, кранты полные будут. Но, слава богу, нет. Как бы, всё наладилось. Я всё исправил. И сейчас могу нормально, как человек, снимать, играть. И комп работает. У меня тут столько, ну, получается, материала для Ютуба. Да и вообще столько программ. Если бы у меня слетел комп, я бы даже не знаю, когда бы я вообще видосы бы начал снимать. Ну, слава богу, всё обошлось. Так. Чё-то тут показывают нездравую тему. Мы тормозить с вами не будем явно. Здесь мы навстречу. Через двойные сплошные. Вообще, жесть. Лишение прав нафиг. Ну, пофигу. Едем дальше. Везём свой самый ценный груз. Кукурузу мы с вами везём. А везём мы её в Монреаль. Ну, не знаю. Монреаль это север. Не, ну, это, наверное, не север Монреаль. Не север. Может, север. Напишите в комментариях. Я правда не знаю. Только включил паузу. Урод просто столкнул меня. Взял и столкнул. Ублюдок. Я начал поворачивать. И он начал передо мной поворачивать. И, короче, столкнул. Это было очень грустно и обидно. Я даже не знаю. Повреждения груза ещё теперь прибавилось. Я надеюсь, что хотя бы повреждения не превысят. Но это 3% пяти. Пока я его довезу туда. Я еду по своему маршруту. Стрелка явно мне пытается перечить. Сказать, что я неправильно поступаю. Нужно ехать по другой трассе. Я не знаю. Мне кажется, это самый нормальный короткий путь. Поэтому я буду ехать именно так, как хочу. Дам совет, кто будет скачивать игру. Не всегда ориентируйтесь на эту дурацкую стрелку. Езжайте из того... То есть... Нет, неправильно говорю. Исходите из тех предпочтений своих. Вот посмотрели на карту и выбираете уже как... Вот эти вот ребята, их нужно опасаться. Вот они вообще нестабильные. Видите, они выехали. И непонятно, что они хотят. То ли поворачивать, то ли стоять. С ними надо быть аккуратным. Смотрите, какой красивый вид. Океан. Океан, горы. Деревья. Вообще класс. Просто красота. Я вот еду и любуюсь. И вы понимаете, игра 2004 года. Ну, в 2004 году это было просто... Я не знаю. Это было круто. Когда я установил эту игру, я же говорю, мы с другом заседали в нее сутками. Просто сидели, возили эти грузы. Один я везу, один он. Еще соревновались, кто привезет без меньшего ущерба. Да, это было вообще. Сейчас, конечно, вышло уже много игр, много симуляторов, круче график. Это все лучше. Но эта игра реально осталась в сердцах. Вот огромное спасибо подписчику, который посоветовал ее, написал в комментариях. Я за него, правда, не помню. О, давайте вот это взвешиваться, по-моему. Давайте заедем, посмотрим. Что это дает, я просто не помню. И нужно ли сюда вообще заезжать. Вообще, по идее, как бы нужно, наверное, всем заезжать. Сейчас глянем. Вес в норме. Нет груза, вес в норме. А как это нет груза, я не пойму. Есть груз. Короче, грубо говоря, вес в норме, все хорошо. Но слава богу, потому что нам как бы лишние проблемы с ментами не нужны. И слава богу. Хоть и далеко ехать... Тьф, блин, хоть и далеко. Хоть и далеко ехать осталось уже. Все равно я решил, я уже в Нью-Йорке, подзалить немножко топлива до полного бака. Я себя так как-то более комфортно чувствую. Я вот это вот не пойму, почему оно так долго это... Тупит. Думает. В Нью-Йорк, смотрите, сколько нам осталось. Мы в Нью-Йорке, остался последний рывочек. И все, и уже буквально груз привезли. Уже практически подъехал к фирме, в которую нужно сдать груз. И меня сзади еще один урод протаранил. И сейчас, на данный момент, у меня, видите, 5% где-то повреждения груза. Я очень огорчен вообще этой ситуацией. Прямо чрезмерно огорчен. Вот уже фирма, вот уже видно, как бы все, уже сдавать груз можно. Но нет, нет. Ну, уже, короче, посрать. Тут вот мы прям жестко нарушаем. И едем. Ну, мы и так-то нарушали. Ну, тут прям я уже решил конкретно. Прям достали. Я ехал по правилам. Все как положено. Сзади в лип мне взял. Взад въехал. Ой. А это ж повреждения дополнительные. Хорошо. Сейчас сдаем груз и посмотрим, сколько вычтут. Ну, я думаю... Вот сейчас, думаю, где-то долларов... Ну, 200 могут снять. Даже 300, возможно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо смотрим, смотрим, что у нас тут. Проходим. Проходим. Ммм, дымит-дымит наш этот... Наша фура. Едем сдаваться. Ну, че, не? Ф-5. Ох, е-мое, 400. Мы довольны так и хотим улучшить ваш грузовик. Фовлер 8 скорости. По 8 скоростей теперь у меня фрукты. 21 тысяча. И как раз забирать здесь. Отлично. Среда 7.36. О, среда, да? Это, наверное, следующая среда. Поэтому можно поспать. Хорошо, сейчас будем спать. Вот так, грубо говоря, подъехали. Поворачиваем камеру, чтобы нам было видно нормально, что вот стоят грузы. Ой, не то дело. Вот. И на F5. Время сна 6 часов. Водитель приступить после среды. Тут непонятно так. Спим. Он без времени, без ничего, поэтому можно тупо спать. Вон, фрукты появились. Все. Можно их забирать. Сейчас мы их заберем. Бабах. Великолепно. Если все у нас будет хорошо, а везти нам надо в Лас-Вегас. А Лас-Вегас это у нас где? Ё-моё! Смотрите, через полмира нужно проехать, чтобы повезти в Лас-Вегас. Охренеть! Хорошо, поедем. И на этом... Сейчас отвезем этот груз. И на этом заканчиваем нашу серию, потому что, ну, это прям жесть. И посмотрим, сколько же будет у нас повреждений. Подъезжаем к заправке. Уже проехали в Вашингтон. Это, наверное, даже не одна треть, это только одна четвертая пути. Хочу похвастаться достижениями, чтобы не сглазить. Груз доставлен пока что без ущерба. Хотя были ситуации очень такие, знаете, вот напряжные. Но все-таки получилось доставить без ущерба. Если получится, будет вообще круто. Все, заправились. Теперь можно ехать. Это, возможно, улучшат КАМАЗ. Добавили, да, действительно, теперь у КАМАЗ фуру. 8 скоростей на фуре. Но я не ощущаю вообще ни капли, знаете, буста в скорости. Вот вообще ни капельки. Он как ехал 50, он так и едет. Разгоняться чуть быстрее вроде бы стал. Но это такое тоже. Ну, в чем-то, конечно, плюс. Ну, а пока вот могу показать, куда нам ехать. Вот где мы. Вот этот путь я прошел. Теперь аж вот сюда, в Лас-Вегас. Погнали. Я приехал, наконец-таки, в Лас-Вегас. Как вы можете наблюдать, на грузе ни одного, ни одной капельки повреждений. Лишь бы вот эту рот сейчас никуда не повернул. Все. Мы довезли идеальный груз. Вот просто без изъянов. Сейчас аккуратненько его завезем на склад. Сброс, 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 сброс скорости. Получается, получается. Идеальный груз. Посмотрим, сколько сейчас нам дадут денег. И будем радоваться. Вот это путь. Я вам скажу, что 30 минут ровно я ехал сюда. 30 минут. И только представьте себе. Это вообще жесть. Время отдавать. Вообще, смотрите. Щетко. Яйца везем. Мы довольны вашей работой. Хотим пересадить вас на новый грузовик. Стригунок. О, пересадили меня. Смотрите, новый грузовик. Стригунок какой-то. Класс, класс. Не знаю, как он будет по мощности, но попробуем. Я думаю, он будет крут. Так, нам надо на Забарц ехать. И там будет новый товар яйца. Это будет эпик, друзья. Потому что яйца везти очень тяжело. Это хрупкий товар. Его надо идеально везти. Всем спасибо за внимание, кто посмотрел. Кто проникся ностальгией. Подпишитесь на канал. Потому что будут выходить летсплеи. И много будет летсплеев. И также комментируйте. Ставьте пальчики вверх. Всем спасибо. И пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!